Добрый день, меня зовут Николай Стариков, в эфире программа «Русская политика», в которой мы говорим о прошлом и настоящем России, о ее героях и предателях, о внешней и внутренней политике. Сегодняшняя дата особенная. Сегодня день защитника Отечества. Я хочу поздравить с этим праздником всех тех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу страну от ее врагов. Чего-чего, а недоброжелателей у нашего народа и нашей страны предостаточно. Поэтому профессия защитника Родины всегда будет востребованной, уважаемой и нужной. Без работы люди в погонах не останутся. Достаточно посмотреть на карту России, вспомнить, как она необъятна и как богата она природными ресурсами. И поэтому я хотел бы напомнить телефон, по которому вы, уважаемые слушатели, можете позвонить в студию, поделиться своим праздничным настроением, задать вопрос, одним словом, чтобы мы могли пообщаться. Итак, телефон. Код Москвы 495-788-107-0. Однако праздники праздниками, но не нужно забывать и о буднях русской политики. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать для школ единые учебники по истории России, которые, цитирую, должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Эти учебники должны быть, продолжаю цитировать, построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого. Конец цитаты. Президент также отметил, что школьникам нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур. Ну, пожалуй, лучше и не скажешь. Один учебник истории, единая непрерывная нить истории, отказ в описании нашей истории от всяких измов. Об этом я и мои единомышленники из общественной организации «Профсоюз граждан России» не переставали говорить уже на протяжении нескольких лет. И вот, наконец-то, один из руководителей России дает практически прямое указание разработать такие учебники или такой учебник. И тут возникает сразу же вопрос, а кто будет этот учебник писать? Ведь от этого будет зависеть и содержание этого учебника. Вот об этом, собственно говоря, мне и хотелось с вами сегодня поговорить, уважаемые радиослушатели. Ведь сегодня большинство, если не все вообще учебники нашей истории, написаны как-то, может, не странно, на иностранные гранты. То есть получается следующая ситуация. Россия и наши геополитические соперники имеют разный взгляд на будущее России. Мы хотим видеть Великую Россию, а Западу мы нужны лишь как источник сырья, как источник для перекачки благосостояния и уровня жизни на Запад. И 90-е годы полностью это подтвердили. Как только российская власть смогла лишь часть, только часть перекачиваемых на Запад наших ресурсов оставить в России, путем введения налога на добычу полезных ископаемых, так называемого НДПИ, как уровень жизни на Западе сразу начал снижаться. Мы это сейчас видим. Там начались серьезные экономические проблемы, а в России уровень жизни, наоборот, на этом же фоне начал расти. Ну, чтобы лучше понять проблему, давайте попробуем использовать такую аналогию. Куры и лисы имеют совершенно разные взгляды на будущее курятника. И очень сложно говорить о перспективах развития того курятника, правила жизни, в котором пишут лисы. Они ведь обязательно напишут историю курятников, который выставит себя главными борцами за права и свободы кур, оставив за вскобками свой интерес к куриному мясу. Так вот сегодня, когда мы с вами празднуем День Защитника Отечества, существует реальная опасность, что святые и важные для нас даты и праздники могут с течением времени полностью поменять свой смысл, если сегодняшняя тенденция искажения и фальсификации истории не прекратится. А вернее говоря, если ей не будет положен конец. И поэтому я сегодня хотел спросить вас, уважаемые слушатели, могут ли быть объективными и честными учебники истории, написанные для России на деньги ее геополитических соперников? Тот, кто считает, что да, такие учебники могут быть объективными, пожалуйста, звоните по телефону код Москвы 495-916-5581. Это звонят по этому телефону те, кто считает, что наши геополитические противники могут помочь написать объективные учебники истории. Те, кто считает, что учебники истории, написанные на иностранные деньги, не могут быть априори объективными, пожалуйста, звоните по телефону 495-916-5582. Поэтому телефону звоните те, кто считает, что не могут быть объективными учебники истории, написанные нашими геополитическими противниками. А пока давайте разберем какой-то конкретный случай фальсификации истории. Нам тогда станет понятно, каким образом это делается. В качестве примера я хотел бы взять статью Игоря Чубайса. Это брат Анатолия Борисовича Чубайса, с которой у меня на прошлой неделе получилась некая такая заочная полемика. В эфире радио «Эхо Москвы». Мне позвонил журналист, попросил ответить на некоторые вопросы, касаемые потенциального переименования города на Волге в Сталинград. Я ответил, Чубайс тоже ответил, написал целый материал, и получилась такая заочная полемика. Я прочитал тот материал, который написал Чубайс. Вы знаете, вот мне показалось его очень полезно взять нам с вами и разобрать, что называется, по косточкам. Потому что совершенно четко видны все приемы, которые используют вот наши клеветники и лжецы от истории. Основной прием очень простой. Обычный человек, простой гражданин страны, когда слышит, видит умного, значит, седого человека, у которого есть какие-то научные знания, он не может себе представить, что этот человек может врать все, что он говорит. Вот все, что говорит, это сплошное вранье. Человек думает, ну, наверное, где-то там есть правда, немножечко он что-то преувеличивает, но в целом все так и есть, наверное. Нет, вот смотрите, мы берем материал Чубайса и начинаем его разбирать. Я, конечно, не буду читать его целиком, но я хочу сказать, что вот так при беглом осмотре я нашел 10, 10, простите за тавтологию, за искажение небольшого русского языка, лжей Игоря Чубайса. Значит, я буду цитировать и тут же отвечать, собственно говоря, что здесь не так и каким образом пытаются нас увести в сторону от столбовой дороги российской истории. Итак, цитирую. Для начала заметим, не будь большевистского переворота, а вслед за ним Брестского мира, Вторая мировая война была бы невозможна. То есть в этой маленькой цитате Чубайс говорит полную чушь. Он говорит, что Вторая мировая война произошла потому, что Ленин и большевики заключили Брестский мир с Германией. Как известно, Брестский мир Германии не помог выиграть Первую мировую войну. Она ее проиграла, была раздета до нитки союзниками, и именно грабительские условия мира во многом дали питательную почву будущих настроений немцев, на которых Гитлер и пришел к власти. Собственно говоря, главным опровержением Чубайса может служить знаменитая фраза руководителя французской армии маршала Фоша, который сказал, это не мир, это перемирие на 20 лет. И он сказал это после заключения Версальского мира. Сложно как бы с этим поспорить. Вторая цитата. Без Брестского предательства поверженная Германия, окруженная со всех сторон бывшими противниками, не могла бы и думать о военном реванше. Ну, собственно говоря, опять полная ерунда. Брестский мир, Россия, большевики виноваты в том, что Германия начала думать о реванше. Если посмотреть просто на карту Европы после Первой мировой войны, мы увидим, что между Россией и Германией не было никакой общей границы. Появились буферные государства, которые создавали наши бывшие союзники по Антанте. Появилась Польша. Поэтому со всех сторон Германия была окружена вовсе недружественными государствами. И в любом случае этот реванш Германии можно было остановить на самом начальном этапе. Я просто напомню, что по условиям Версальского договора Германия не имела права иметь армию более 100 тысяч человек, не имела права иметь тяжелое вооружение, флот, авиацию, танки. Короче говоря, просто были такие в некотором смысле полицейские формирования. Ну, давайте, собственно говоря, дальнейшую ложь Игоря Чубайса мы разберем чуть позже, а сейчас вернемся в студию через несколько минут. И после этого обязательно поговорим с вами, уважаемые радиослушатели. Добрый день еще раз. Мы вернулись после небольшой паузы. Я напомню тему сегодняшнего голосования, уважаемые радиослушатели. Итак, вопрос звучит так. Могут ли быть объективными учебники истории, написанные для России на деньги ее геополитических соперников? Если вы считаете, что да, такие учебники могут быть объективными, пожалуйста, позвоните по телефону код Москвы 495-916-5581. Если вы считаете, что учебники, написанные геополитическими противниками России, не могут быть объективными, пожалуйста, звоните код Москвы 495-916-5582. Ну, а мы с вами продолжаем разбирать ту фальсификацию, историю, которую в конкретной статье допустил господин Чубайс. Мы начали с Брестского мира, с Германии, вот теперь вплотную подходим, собственно говоря, к Сталину, к советскому периоду. Вообще статья там совершенно небольшая. И мне хотелось бы в этом смысле еще одну цитату привести, просто она очень характерна. Очень интересно, как Игорь Чубайс определяет актуальность темы. Вот вы как это делаете? Как вы понимаете, что тема какая-то интересна, актуальна? Ну, вот задайте себе сейчас вопрос, ответьте на него, а я вам прочитаю, что пишет в своем блоге Игорь Чубайс. «Почти предисловие. Написал свой блог неделю назад, но закрутился, не отправил на сайт и решил, что тема уже не актуальна. Но вчера услышал в новостях Зюганова про очередной съезд КПРФ, про Ленинско-Сталинский призыв к Компартию. А теперь прочитал блог посла Макфала. Увы, тема актуальна». Ну, то есть, собственно говоря, как порядочный либерал определяет, на какую тему ему врать, клеветать, очернять историю России. Он читает блог американского посла, и все становится для него понятно. Ну, как еще действительно либералу определить направление мысли. Ну, давайте еще разберем какой-нибудь один пункт, а после чего сразу пообщаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Итак, Чубайс пишет. «Сталин рассказывал Черчиллю, что война с крестьянством была для него тяжелее войны с фашизмом, ведь искусственный голод 1932-1933 годов унес 7 миллионов жизней». Вы знаете, я написал 11 книг на исторические темы. Я могу сказать, что, в общем, я в истории разбираюсь неплохо. В том числе я написал книгу о Сталине. И я никогда, нигде не слышал, чтобы Сталин рассказывал Черчиллю, что он воевал с крестьянством, и тем более, что эта война была для него тяжелее войны с фашизмом. То есть это полная ерунда, это абсолютные выдумки. Еще одна цитата, цитирую. «Проявив несостоятельность стратегического мышления, Сталин оказался не способен принять и правильные тактические решения. Несмотря на предупреждающие донесения разведки, сообщения дипломатов, информацию от политиков нейтральных государств, эффективный в кавычках менеджер так и не понял, что 22 июня его союзник и боевой друг превратится в заглядного врага». Конец цитаты. Ну, тут вообще как бы намешано целая куча всего. Во-первых, хотел сказать, нельзя ли просто узнать имя какого-то государственного деятеля, который сумел предотвратить неожиданный удар Гитлера и нарушением каких-то своих обещаний и своих договоров. Может быть, руководители Франции и Великобритании смогли избежать этого? Нет, мы смотрим, что 10 мая 1940 года Гитлер нанес такой удар, что англичане позорно бежали на свой остров, а Франция была разгромлена в течение месяца, половина Франции была оккупирована, а вторая половина потом начала сотрудничество с нацистами. Ну, это так, что называется, даже самое маленькое. Чубайс называет Гитлера и Сталина союзник и боевой друг. Вот перед нами типичная попытка манипуляции, значит, желаемая либералами выдается за действительное. Передо мной лежат тексты двух договоров, которые были заключены между Германией и Советским Союзом. Сейчас мы их просто с вами разберем. Первый договор. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Ну, вот то, что либералы обычно называют пактом Молотова-Риббентропа, но мы давайте называть, как он называется на самом деле. То есть договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Заключен 23 августа 1939 года. Здесь совсем немного. Семь статей. Первая статья. Обе договорящиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия в отношении друг друга. Вторая статья. В случае, если одна из договорящихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договорящая сторона не будет поддерживать в никакой форме эту державу. Статья третья. Правительство обеих договорящих сторон останется в будущем в контакте с друг другом. Статья четвертая. Ни одна из договорящихся сторон не будет участвовать в какой-то группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Ну, не буду читать все пункты. Любой может найти этот договор в интернете и убедиться, что там, собственно говоря, Германия и Советский Союз договорились об одном. Друг на друга не нападать и не участвовать в облоках государств, которые бы могли друг другу угрожать. То есть ничего, ни слова, ни о каком союзе, ничего. Второй договор, который был заключен после того, как Польша перестала существовать, он называется Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, 28 сентября 1939 года. Правительство СССР, германское правительство, после распада бывшего польского государства и так далее, и так далее, и так далее. Опять, чтобы не тратить много времени, не буду размирать, то всего 5 пунктов. Речь идет о том, что Советский Союз и Германия устанавливают границу, и говорят, что они эту границу будут соблюдать. Ни слова, ни о каких союзных отношениях, ни слова, ни о каком союзе, ни слова о каких-либо обязательствах одной страны в отношении другой, которые бы могли называться союзническими. То есть полная выдумка, полное вранье. И вот если на таком вранье будут писать учебники истории, то это, конечно, будет большая проблема. Поэтому мы с вами и говорим о том, что, конечно, нужно написать и важно написать учебник истории, который бы был един для всей России, но очень важно, еще, может быть, более важно, кто будет этот учебник писать. И вот что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Алло. 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 Добрый день. Да, здравствуйте. Николай, я Андрей, город Москва. Хочу сразу сказать, что я по второму пункту проголосовал. Но то, что считаю, это действительно ошибкой была 90-х годов допустить. Первые были даже, по-моему, источники истории, вот наши учебники переписаны. Я слышал от своего бывшего преподавателя, что они, по-моему, на фонда Сороса вот эти деньги какие-то там проявлялись. Конечно, Андрей, я хотел один вопрос вам задать, Андрей, простите, пожалуйста. Вот вы сказали, это была ошибка. Вы действительно уверены, что это была ошибка? Я-то как раз уверен в абсолютно обратном, что это было сознательное действие для того, чтобы запустить в головы наших граждан вредную трактовку нашей истории, то есть трактовку наших геополитических противников. Ну это да, я говорю, что кто-то допустил же это, правильно? Вот как сейчас взять, допустим, проблемы с историческими землями, допустим, принадлежащим музеям? Вы знаете, какое там столкновение, какое идет с Росимуществом? А ведь когда-то в 90-е годы там целые, по-моему, шестой этаж занимали друзья Чубайса там с американскими технологами сидели, которые расписывали полностью. Сто с чем-то человек их, по-моему, было... Их было значительно больше, они были при каждом министерстве, при каждом министерстве, да? Ну вот, про Росимущество, допустим, которое расписывали полностью приватизацию вот этих наших земель. Ну просто рейдерский захват страны произошел. И сейчас вот они действительно, мне кажется, нужно поставить все точки над «и», как они любили говорить, хотя в русском языке точки над «и» нету, и температура по больнице у нас нормальная всю жизнь в низах была. Вот чтобы они отошли, так сказать, от своих бразды правления отдали. Да, спасибо, Игорь, за вашу точку зрения. Спасибо. Давайте еще один звонок примем. Алло. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Андрей, Москва. Ну вот сразу хочу заметить предыдущему слушателю, что источка как раз в русском языке была до переворотов 17-го года, это так, в речи отступление. Ну, а теперь, что касается поднятой темы. Вот, уважаемый ведущий, я как бы всю жизнь считал, что ложь – это искажение фактов, которые нельзя, так сказать, никак трактовать иначе. В данном случае то, что вы процентировали из работы Игоря Чубайса, это лишь его, ну, определенные мысли о таком, соответственно, наклонении, как бы развивалась история. Подождите, Андрей, вот давайте тогда будем точными. Если называют две страны союзниками, а между ними нет никакого союзнического договора, можно так называть? Является ли это мыслью, или это фальсификация прямая? Значит, скажем так, это частные, может быть, какие-то случаи. Вот вы начали свою критику с того, что стали разбирать последствия Брестского мира, как бы, с точки зрения Игоря Чубайса, развивалась бы история, если бы он не был заключен. Вот это вот меня в первую очередь... Андрей, я согласен. Но смотрите, я взял одну статью. Я не думал, что называть ложью, это просто с точки зрения научной некорректно. Я говорю, как человек науки, я всегда знал. Вот, это вот вопрос, что касается речи. И последний к вам вопрос, позвольте. Да, слушаю вас, конечно. Как можно в этом учебнике истории, который предполагается написать в нашей стране, подать в таком мягком виде как раз вот события 2017 года и, скажем, действия Ульянова Бланка, который у нас на красной площади, потому что я, мои родственники, мои дети никогда не сможем принять трактовку этих событий в каком-то таком положительном ключе, без резкой критики. Андрей, Андрей, я понял ваш вопрос. Я отвечу на него через небольшой промежуток времени. В предыдущем отрезке программы уважаемый радиослушатель Андрей из Москвы задал вопрос, каким образом мы должны трактовать события 1917 года. Я думаю, что здесь нужно задать вопрос чуть шире. Каким образом мы вообще должны трактовать события нашей истории для того, чтобы в учебнике, по которому будут учиться наши дети, внуки и правнуки, были расставлены действительно все точки над «и», и все было абсолютно понятно. На мой взгляд, критерий следующий. Если какой-то человек разрушал Россию в угоду геополитическим конкурентам, какими бы красивыми словами он не прикрывался, это должно порицаться, и это не должно выставляться в качестве примера. Если кто-то убивал полицейских, кидал бомбы, призывал к поражению своей страны, это не достойно того, чтобы это было примером для наших детей. И наоборот, если кто-то отдавал свою жизнь за родину, под каким бы флагом он не выступал, это достойно того, чтобы на этом примере мы воспитывали своих детей. 1917 год — это, на самом деле, самая болевая точка нашей истории. В 1917 году и началась та чехарда, та каша и в нашей государственности, и в нашей истории, и, собственно говоря, вот та каша в головах, которая до сих пор никак не может принять какую-то законченную, окончательную форму, чтобы зло было названо злом, а добро — добром. Очень сложно объяснять сегодняшним детям, что терроризм — это плохо, если на улицах наших городов висят таблички с именами террористов, которые убивали наших царей, которые убивали полицейских. Большевики, придя к власти, естественно, своих предшественников сделали героями. Потом их убрали, что называется, от власти в 1991 году, и получилось вот несколько слоев нашей истории были так достаточно грубо сняты один с другого. Но если мы с вами вернулись к 1917 году, то я хотел напомнить, что сегодня 23 февраля. 23 февраля 1917 года по сути началась февральская революция. Да, по старому стилю. То есть по новому стилю это 8 марта. 23 февраля начались демонстрации, начали так отмечать Международный женский день, который тогда в России попадал на 23 февраля. Чем все это закончилось, мы с вами знаем. Почему это получилось, у нас сейчас нет с вами возможности подробно обсудить. Но я хочу сказать самое главное. Сложилось десятки, может быть, сотни факторов в самую неудачную мозаику, которая могла сложиться для нашей государственности. Но если мы с вами говорим об учебниках истории, об учебнике истории, который будет, я надеюсь, когда-либо написан, здесь нужно сказать самое главное. Временное правительство во главе с Керенским, который, конечно, не сразу пришел во главу Временного правительства, но потом появился и фактически ввел его за собой. Это кучка предателей и отщепенцев, а не случайно ошибшихся, значит, слабых демократов, которые хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот это четко должно быть написано. Не большевики разрушили Россию в 1917 году. Большевики появились позднее. Россию разрушили те самые демократы, которые очень много говорили о демократии, но едва придя к власти, они очень быстро, за 242 дня уничтожили величайшую империю. Если у нас будет сегодня время и желание, мы поговорим о тех законодательных актах, которые приняло Временное правительство. А сейчас мне хотелось бы принять очередной ваш звонок, чтобы узнать вашу точку зрения. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте. Я не могу согласиться с вашим тезисом о том, что Чахарда в головах в России началась с 1917 года. А ваша точка зрения какова? Чахарда началась гораздо раньше, я думаю, со времен Крещения Руси еще. А 1917 год это уже следствие вот этого Чахарды. Вы знаете, мне кажется, что в 1812 году для любого русского было совершенно однозначно, где враги, а где свои. И в 1878 году для русского было понятно, где враги, а где свои. А вот эта вот путаница, когда брат пошел на брата, все это началось с 1917 года. Да, конечно, был период русской смуты 1905-1907 годов, но это был достаточно незначительный и не в такой кровавой форме. Конечно, можно вспомнить и смутное время начала 17 века, но все-таки в 1914 году все как один пошли на войну, все пошли в армию защищать свою родину. Все было абсолютно понятно. А потом началась та самая путаница, кто воевал за Россию красную, кто воевал за Россию белую. И что самое обидное, и с той, и с другой стороны, в большинстве своем были простые и достойные люди. Но волею политиканов, волею внешних сил, которые играли на политической карте России, они были вынуждены сталкиваться с друг другом, убивать друг друга и ослаблять и уничтожать нашу страну. Ведь посмотрите, в ходе Первой мировой войны экономика России практически не была разрушена. Немцы оккупировали Польшу и небольшую часть Прибалтики, где основного промышленного потенциала Российской империи не было. Вся вот наша промышленность была уничтожена в ходе Гражданской войны. Вот сейчас на одном из каналов идет сериал «Страсти по Чапаю». Там, конечно, с одной стороны, но показывается весь трагизм Гражданской войны, когда люди уничтожают друг друга, братья убивают братьев, русские убивают русских, и с той, и с другой стороны абсолютно достойные люди. Это большая трагедия и, конечно, очень сложный вопрос, каким образом это правильно отразить в наших учебниках истории. Но мы вернемся через несколько минут. Уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем обсуждать перспективы написания единого учебника истории, в котором наша история должна быть внятно, четко и, что самое главное, с патриотической точки зрения освещена. Я напомню вам вопрос, по которому мы сегодня с вами голосуем. Могут ли быть объективными учебники истории, написанные для России на деньги ее геополитических соперников? Если вы считаете, что да, могут, пожалуйста, звоните по телефону 495-916-5581. Если вы считаете, что не могут быть объективными учебники истории, написанные на деньги наших геополитических соперников, пожалуйста, звоните по телефону 495-916-5582. Я хотел бы еще несколько цитат из материала Игоря Чубайса, о котором мы с вами говорим сегодня, процитировать. Но прежде чем продолжу это делать, хотел бы сказать, что в сегодняшнюю программу я старался пригласить и Игоря Чубайса, старался пригласить Николая Крайловича Сванидзе. Не знаю, по каким причинам оба этих товарища отказались прийти. Поэтому я надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся с ним и в прямом эфире, и тогда у вас, уважаемые радиослушатели, не будет ощущения, что я их ругаю за глаза. Я им в лицо выскажу те же самые претензии, которые высказываю сейчас, читая их материал. Итак, следующая цитата. «Сталин приказал расстрелять за распространение ложной информации немецкого солдата, который состоял в коммунистической партии и который с огромным риском для жизни в ночь перед вторжением пересек границу, надеясь предупредить Красную Армию». Да, такой исторический факт был. Только не один солдат, а три солдата в разное время в расположение разных наших частей перешли. Конечно же, никто из них не был расстрелян. И ни один из маршалов, который в своих дальнейших мемуарах рассказывал о том, что такие солдаты переходили, никогда не писал о том, что они были расстреляны. Это пишет и маршал Жуков, и Рокоссовский, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это прямая ложь. Ну, просто представьте себе, перебежал солдат. Все это происходило в ночь с 21 на 22. Там, пока в Москву сообщили, пока что, естественно, никто бы никогда не стал этот ценный источник информации расстреливать. Что случилось с этими солдатами в дальнейшем, когда через несколько часов немецкая армия начала нападение? Тут, что называется, история умалчивает. Следующая цитата. «Неудивительно, что уже в первые месяцы войны в немецкий плен добровольно ушло или вынужденно попало 3 миллиона 800 тысяч человек. То есть более 70% кадрового состава РКК». Вот этот пример для нас очень важен. Здесь типичный тоже такой приемчик либеральный. Начинают жонглировать цифрами. И обязательно жонглировать эмоции. То есть в немецкий плен добровольно ушло или вынужденно попало. Вперед ставится – ушло. Ну, и получается, что вроде как бы 3 миллиона 800 тысяч, ну, миллиона три сами сдались, а 800 тысяч вынуждены были поднять руки. Вот во всех мелочах читайте внимательно. Там всегда есть вот такой посыл – передергивают карты. Это все равно, что с наперсточником играть около метро. Вот читать эти тексты надо иметь определенные навыки, что называется. Во-первых, цифра завышена. Во-вторых, вот такие апелляции к эмоциям, а не к холодным фактам. И следующая цитата. Вы сейчас поймете, почему я предыдущую привел. Значит, цитирую. «В Первую мировую наша страна потеряла 700 тысяч человек. В Отечественную более 27 миллионов». Конец цитаты. Казалось бы, все верно. Нет. Смотрим, откуда товарищ Чубайс взял цифру 700 тысяч потерь русской армии в Первую мировую войну. Выясняется из Википедии. Вот такой верный источник, достоверный, в кавычках, информации. Там написано, что 500 тысяч – это боевые потери, и 200 тысяч – пропали без вести. Ну, получается 700 тысяч. Но, даже используя этот источник информации, Чубайс не приводит следующую цифру, потому что она портит всю картину. А там написано, что в Первой мировой войне в плен попало 2 миллиона русских солдат. Вот скажите, они тоже от кровавого Сталина бежали в 1914, 15, 16 и 17 годах? Конечно, нет. То есть цифра пленных в Первую мировую войну тоже была большая. Во Вторую мировую, в Великую Отечественную, к сожалению, в первый период войны наша армия подверглась разгрому. Давайте скажем правду. И огромное количество военнопленных оказалось в плену. Что с ними сделали немцы, мы знаем. В Первую зиму 1941-1942 их не кормили, не одевали в теплую одежду, не оселили в какие-либо закрытые помещения, оставляли под голым, значит, холодным небом. В результате 2 миллиона человек умерли. Кто в этом виноват, нам сегодня говорят? Виноват Сталин. Нет, виноваты нацисты, которые уморили 2 миллиона наших с вами братьев, сестер и наших сограждан. Поэтому очень часто стараются еще переложить вину с больной головы на здоровую. И при этом, опять же, 2 миллиона попало в плен, это тоже достаточно большая цифра. Но при этом потери русской армии в Первую мировую войну на самом деле по разным оценкам колеблется от 500 тех самых тысяч до 2 миллионов. Поэтому истина примерно такая. Где-то полтора миллиона наших солдат погибло в Первую мировую войну. Поэтому когда цифры нужно уменьшить, либералы уменьшают, когда нужно увеличить, они увеличивают. И самое главное, чтобы создать одно и нужное им впечатление. Ну и последняя цитата, чтобы уж не злоупотреблять этим. Поэтому в 1946-1947 годах в СССР был организован третий в советской истории искусственный голод, в результате которого умерло около 2 миллионов человек. Значит, тут представьте, если просто сказать, в 1946-1947 году в СССР был голод. Констатация факта, действительно трагедия. Надо разбираться, насколько большой был этот голод, был ли он в реальности. Потому что, собственно говоря, мы знаем, что это исторический факт, что Советский Союз отменил продовольственные карточки раньше, чем Великобритания, которая пострадала в войне значительно меньше. Но здесь вставляется вот это два слова. Искусственный голод. Вот ради этого вся эта фраза и вставлялась. Для того, чтобы сказать, что опять власть почему-то решила уморить своих граждан голодом. Хотя ни одна власть никогда в истории человечества никогда своих граждан голодом морить не будет. Потому что она рискует остаться без власти. Ну, а сейчас давайте примем ваш звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. Олег, вы знаете, меня всегда удивляет, вот это или нарочно, или умышленно делается, что и коммунисты наши товарищи, и либералы, и всегда мешают именно правительство Троцкого, Ленина, который передал во время пресса Керенского, передал им этим бандитам, и Сталина. И почему-то они же антагонисты. Сталин это государственный, он, так сказать, царь, Коба первый, который уничтожали. 30 миллионов русских людей было православных, уничтожено за 5 лет революция, когда Сталина еще не было у власти. Он был еще почти никем. И вот тогда, в 2004 году, он кинул клич, мы русские патриоты, и должны подняться на борьбу за нашу родину. И 250 тысяч молодых коммунистов пришли, русских, не зараженных троцкизмом вот этим. И понимаете, и почему-то полевая этого смешивает, но он такой же. Извините, это ложь. И вот это все молчат, и коммунисты тоже молчат. Вот это непонятно. Вот видите, сколько сложных моментов в истории, потому что очень сложно объяснить сегодняшнему школьнику, что товарищ Троцкий и товарищ Сталин, несмотря на то, что были членами одной партии, придерживались диаметрально противоположных линий. И что это были взаимоисключающие линии. Один Сталин, это строительство социализма в отдельно взятом государстве, это развитие страны, это школы, дороги, детские сады. Троцкий это отношение к России как к хворосту в костер мировой революции. Ничего не надо делать, пока не победит мировая революция. Когда она победит, вот тогда и будем все это делать. И, конечно, этот вопрос нужно правильно осветить в учебнике истории, но при этом давайте зададим вопрос вот этим самым Чубайсам. А почему они не любят писать о жертвах во время революции? Почему Ленина, ругают значительно меньше, чем Сталина? Хотя, казалось бы, Ленин разрушил буржуазное государство, Ленин выиграл гражданскую войну, Ленин начал социальный эксперимент, а Сталин его лишь продолжил. А вот потому, что на самом деле, хоть Сталин и называл себя учеником Ленина, он полностью изменил ленинскую политику. И такие случаи в истории России происходили даже во время новейшей истории России. Ну, а мы вернемся в студию через несколько минут. Это «Русская политика». Меня зовут Николай Старик. Мы сегодня говорим о праздничной дате, о Дне Защитника Отечества и о том, как важно написать правильный учебник истории для России. Он должен быть один, он должен быть единый и неделимым, как и сама Россия, но он должен правильно расставить все акценты в нашей сложной и весьма непростой истории. Но пришло время подвести итоги нашего голосования. Напомню вопрос. Вопрос звучал так. «Могут ли быть объективными учебники истории, написанные для России на деньги ее геополитических соперников?» Хочу сказать, что всего 8,5% наших радиослушателей считают, что такие учебники могут быть объективными, а 91,5% считают, что они, конечно же, не могут быть объективными априоли, потому что деньги выделили те, кто не хочет видеть Россию сильной, кто не хочет ее развития, а хочет для нее совершенно другой судьбы. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые радиослушатели? Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, добрый день. Да, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете про книгу Кремлева «Берия лучший менеджер XX века»? Вы знаете, я с уважением отношусь к творчеству товарища Кремлева и читал несколько его книг, но именно эту книгу я не читал. Но могу сказать, что мое отношение к личности Лаврентия Павловича Берии более чем уважительно. Я считаю, что он должен был быть следующим руководителем Советского Союза. Если бы Сталин не был отравлен, именно так бы и случилось, и, соответственно, вся история Советского Союза пошла бы по совершенно иной траектории. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Я вас слушаю внимательно. У меня вопрос про праздник 23 февраля. Да, пожалуйста, задавайте. Значит, есть такое мнение, что это праздник исключительно идеологический. И, собственно, идеология заложена большевиками. Ну, в общем, что делала Советская Армия в феврале 1918 года? Отступала она или победоносца наступала? Хорошо, давайте я вам отвечу, что делала Советская Армия в феврале 1918 года. Она не делала ничего, потому что Советской Армии в тот момент еще не было. Как, собственно говоря, и не было Красной Армии, которая была предтечей Советской, потому что потом название было изменено. В феврале 1918 года Красная Армия только создавалась. И произошло первое боестолкновение с наступавшими немцами. Для нас сейчас неважно, насколько было удачным это боестолкновение, потому что в итоге, как мы знаем, Германия все-таки убралась с нашей территории достаточно быстро. И уже в ноябре 1918 года это не немцы наступали на Петроград или на нашу территорию, а это большевики. Красная Армия начала победоносное наступление на всех фронтах. Ну и дальше, собственно говоря, это уже имеет большее отношение к гражданской войне. Никакой идеологии на сегодняшний момент в этом празднике нет. Вот, может быть, в 1920 году для тех, кто был вынужден покинуть Россию, проиграв гражданскую войну, конечно, день Красной Армии звучал как-то не очень приятно, потому что они воевали в Белой Армии. Во времена моего детства, я родился в 1970 году, это был день Советской Армии. Это был день нашей армии, нашего флота, это был день защитников, это был день победителей в Великой Отечественной войне. Какая же тут идеологическая нагрузка? Уважение к своей армии, уважение через уважение к своей армии, к своим предкам и к своей стране. Исключительно положительные моменты. Сейчас этот день называется День Защитника Отечества. Какая же тут идеология? Идеология только одна, полезная идеология любви к своей стране, патриотизма, готовности пожертвовать жизни за Россию. Мы видим, что и в новейшей истории, несмотря на вот этот вал либеральной пропаганды, мы видим, что те же мальчишки, которые, казалось бы, воспитывались в период, когда ничего святого уже не было, как только речь зашла о таких важных вещах, как защита Родины, я имею в данном случае псковских десантников, пожертвовали своей жизнью, не задумываясь. Значит, это сидит в генах русского человека, защита Родины. Именно это отличает нас от носителей западной цивилизации. Русский солдат может не сдаваться, русский солдат может сражаться до конца. Западный человек не понимает, как можно сражаться, если ты проигрываешь. Вот во время Первой мировой войны был случай, англичане в Ираке были осаждены турками. Наш корпус шел навстречу, старался освободить их, помочь. Мы пришли раньше срока, о котором договаривались, но у англичан кончился мармелад, и они сдались. Вот это их подход. То же самое сегодня мы видим. Там британские спецназовцы были пойманы некоторое время назад, несколько лет назад, иранцами. Они даже не сопротивлялись, они подняли руки. Все, зачем сражаться? Понимаете, это другой подход. Но это не только наше ментальное отличие, это свойство нашей цивилизации. Ведь вот эти мальчишки, эти ребята-десантники, которые отдали свою жизнь за Россию, они не зря эту жизнь отдали. Потому что каждый, кто борется против России, он начинает понимать, что русские сдаваться не будут. И каждый русский солдат, который в безнадежной ситуации унес с собой на тот свет десяток-другой врагов, он сделает так, что в другой раз эти враги сто раз подумают, прежде чем напасть на Россию, двести раз подумают, чем двинуться туда, где стоит русский солдат. Вот в чем главный смысл нашего ментального отличия от западной цивилизации. Что вы думаете по этому поводу, уважаемые радиослушатели? Алло. Алло. Алло, я вас слушаю. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу... Алло, слышите, да? Да-да, вы в эфире говорите. Значит, я хотел бы сказать по поводу вообще учебников в истории, изначально эту тему, которую поднимали. Мне кажется, учебники истории и вообще правда в нашей стране появятся после того, как будет возбуждено уголовное дело по 1991 году, когда Горбачев, этот агент Запада, предал нашу Родину. И вот это дело, оно как раз-таки поможет изменить Конституцию, которая запрещает нам уметь идеологию статья 13 и восстановить суверенитет. И после этого, конечно же, появятся и правдивые учебники, и средства массовой информации тоже начнут говорить правду. А пока они продолжают врать. Ну, я с вами в этом смысле абсолютно согласен. Более того, я являюсь одним из инициаторов от общественной организации «Профсоюз граждан России». И мы подаем раз за разом сейчас судебные иски для того, чтобы возбудить уголовное дело против Горбачева. Поэтому я просто ваш полный единомышленник в этом смысле. Единственное, что хочу сказать. Учебники истории вот так сами не появятся. Они должны быть написаны. А для этого нужно четко расставить теологические акценты. Президент сказал правильную вещь. Во-первых, учебник должен быть один. Не 150 учебников в 150 школах. Здесь никакого плюрализма быть не может. Обратите внимание на Западе. Там нет никакого плюрализма в вопросах истории. Есть одна трактовка истории, которую Запад из одного фильма в другой переносит, из одной книги в другую переносит. Никакого плюрализма в этих вопросах нет. Точно такая же ситуация была в Советском Союзе. В хорошем смысле слова. Была одна трактовка истории. Писали учебники, снимали фильмы, а в 91-м году, даже чуть раньше, взяли и открыли наш эфир для их точки зрения. При этом их эфир, их книги, головы их граждан закрыты для нашей точки зрения. Невозможно издать на Западе книги. Я вам говорю, как человек, который написал 11 книг. Их не издают не потому, что они неинтересны, а потому, что не нужно давать возможность доступа иной точки зрения к западному зрителю. Обратите внимание, как бесится Хиллари Клинтон и другие члены западного истеблишмента от работы всего лишь одного телеканала «Раштудэй», который в западной манере рассказывает другую точку зрения, вообще не обрушая какие-то западные стереотипы, просто подсвечивая с другой стороны. И то, популярность бешеная и, соответственно, злость бешеная на «Раштудэй». Что будет, если появится правда? А правда о том, что Запад совершал не меньше военных преступлений, чем совершали любые воюющие стороны. Взять хотя бы одну бомбардировку Дрездена, о чем говорить? От 50 до 100 тысяч человек были испепелены в результате этой бомбардировки. Я просто скажу еще один факт. Использовали впервые там напалм. Не во Вьетнаме американцы не воровались, а на немцах в 1945 году. Давайте примем еще звонок. Алло. Добрый день, Николай Викторович. Да, здравствуйте. Меня зовут Юрий Леонтьевич. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение, можно ли использовать многочисленные книги западных политических деятелей, как Черчилль и другие немецкие политики, для того, чтобы подкорректировать нашу историю так, как она была действительно в жизни. Потому что они освещают многие интересные аспекты. Вот и гражданской войны, и Великой Отечественной войны. Как ваше мнение по этому вопросу? Ну, обязательно нужно использовать эти источники, но их нужно читать, так сказать, широко раскрытыми глазами. То есть, нужно понимать, что это геополитические враги России, которые написанием определенных книг пытались достичь определенных целей. При этом они рассказывают определенные факты, а некоторые факты не рассказывают. Давайте вспомним хотя бы, что Черчилль в своей истории Второй мировой войны заработал себе, собственно говоря, на пенсию и получил, по-моему, одну из важнейших книжных премий, написав такой огромный труд. Так что, все нужно проверять, все нужно внимательно читать, но самое главное, мы должны понять, что итогом чтения учебника истории должна быть гордость за свою страну. Прочитав учебник истории, человек должен сказать, я горд, что я гражданин России, я горд, что я русский, я хочу служить в русской армии, я хочу защищать Россию. Вот если это достигнуто, значит, учебник хороший. Если же учебник рассказал кучу гадостей после человек начинает говорить, я не хочу жить в этой стране, хочу куда-то уехать, такой учебник нам не нужен. И нужно понимать, что нет никакой объективности, вот такой реальной объективности, которую необходимо до кого-то донести. Есть бесконечная геополитическая борьба. И если мы сами не будем воспитывать своих патриотов, своих солдат, своих граждан, своих государственных деятелей, а их можно воспитать только на уважении и знании своей истории, то никто за нас это не сделает. Англичане, американцы воспитываются в гордости к своей стране. Им совершенно все равно, сколько вьетнамцев погибло во Вьетнаме, сколько миллионов индейцев было уничтожено, им совершенно все равно. Не важно, что в Ираке они уничтожили сто тысяч, а может быть и миллион мирных граждан, важно, что они несли туда несуществующую в мире демократию. Вот о чем идет речь. История – это важнейшее средство воспитания будущих поколений. И только под этим соусом мы должны подходить к написанию учебника истории. Вот что важно. Если мы будем подходить по-другому, мы опять дадим возможность нашим геополитическим противникам воспитывать наших детей. А это невозможно, это недопустимо. Потому что никто никогда не скажет, что мирный период наступил навсегда на планете. Мы видим, что период нестабильности не прекращается. Эта нестабильность наоборот нарастает. А это значит, что любовь к своей родине, готовность пожертвовать жизнью за свою родину является одним из важнейших качеств, которые мы должны в итоге воспитывать. Вот такие у меня мысли возникают, уважаемые радиослушатели, на фоне предложения нашего президента о написании общего учебника и на фоне той оголтелой клиники либералов, которая сразу же зазвучала. Им нужно, чтобы учебников было много, им нужно, чтобы между строк они могли постоянно различные точки зрения в кавычках впихивать, а на самом деле поливать и дальше нашу историю, наши святыни, наших государственных деятелей грязью. На этом наша программа заканчивается. Меня зовут Николай Стариков. В эфире была «Русская политика». Увидимся, услышимся через неделю. До свидания.